Представители знака зодиака рыбы, рыбы и рыбки, здравствуйте! Торопрогноз гороскоп зима 2022-2023 года, 3 месяца, декабрь, январь, февраль. Давайте узнаем подсказки карт. Мы достанем у Оракуа Ленорман 3 карты. И можно рассматривать этот Торопрогноз гороскоп помесячно, то есть в последовательности тех карт, которые я достану. Но, откровенно говоря, все те расклады, которые я сделала до вас, все пересекается как-то очень как клубок. Все это переплетается, разграничить достаточно сложно. Где начало какого-то месяца, где окончание. Поэтому мы достаем 3 карты, а дальше вы сами решайте, как. Сообразно вашей, наверное, ситуации на данный момент, потому что что тут уже осталось до зимы? Всего ничего. Время летит очень быстро. Итак, 3 карты. И на Таро Иллюминатов мы достанем по основным сферам жизни. По одной карте. И дальше будем дополнять, если это необходимо. Итак, что нам Таро Иллюминатов скажет? Дела, работа, бизнес. Финансы. Личная жизнь. Какие неожиданности. И совет от карт. Итак, клевер. Одна из лучших карт в колоде. Клевер это когда у нас в целом все благополучно, все хорошо, все на своих местах, все упорядочено. И когда сбалансирована наша жизнь, нам не нужно переживать, что что-то у нас, допустим, не получится. Или как-то нас не так воспримут. Или вот что-то еще, что складывается для нас, будем говорить, внезапной какой-то проблемой. Вот уже эта карта, она не обещает вот такого. Это наоборот. Мы можем что-то ожидать, а тут как подарок судьбы получить. Это счастье, это удача, это доброта, какой-то счастливый исход того дела, которым вы уже занимались. Или если вы планируете, или начнете даже в течение трех месяцев какое-то дело новое, эта карта тоже обещает успех. Это вообще соответствие карты идет бубном. Или пентаклем, это деньги. Поэтому эта карта сопровождает материальный, как бы, подсмысл материального успеха. Это может прибыль быть какая-то, которой вы останетесь довольны. Своего рода удача или везение. И надо сказать, если мы на людей, то это те люди по этой карте проходят, которые, знаете, простые люди, которые живут обычными, как бы, заботами, как большинство из нас, которые лишены какого-то ненужного пафоса или какого-то, извините, выпендрежа. То есть, ну, по-разному это оракул. Правда, тут по-разному можно и трактовать и на работу, и на людей, и на финансы. Вот, то есть по всем статьям жизни это что-то... Карта не говорит, что это что-то грандиозно-огромное. Но это то, что стабильное, тёплое, родное, хорошее, доброе. То, что мы можем взять действительно в копилку собственного успеха. Или это те люди, которые нас любят и нам помогают. Давайте ещё одну карту. Ну, вот точно, любят, помогают. Мало что клевер, ещё собака. Собака – это дружба, это опять же тот человек, которому мы можем доверять. А вообще эта карта, обратите внимание, она ещё соответствует десятке кубков или десятке червей. Если мы говорим про колоды другие. Но это всегда про любовь, про взаимность, про взаимопонимание, про душевность, про спокойствие. Про то, что мы все так любим, но не всегда у нас получается. Вот так вот, чтобы всё прям балансом было каким-то. А у вас, посмотрите, две такие карты, мои дорогие, рыбы, рыбки. Действительно, тут зима. Вот попробуй разграничь, да, ну, хорошо. Декабрь, январь. И в декабре порядок, а в январе ещё лучше. Это родные, близкие, друзья из тех друзей, которые настоящие друзья, надёжные друзья. И стало быть, прекрасно всё начинается. И по карте собака это нам ведь могут прийти даже на помощь. То есть это, если сложится такая ситуация, правда, за три месяца всяко бывает, то мы можем рассчитывать на чью-то поддержку. Это ведь доверие, понимаете? То есть люди, которым мы, правда, можем доверять. И, кстати, которые доверяют нам. Это преданность и взаимопомощь. И благодаря, наверное, вот таким картам, мои дорогие рыбы и рыбки, в течение зимы у вас будет очень одно важное чувство самозащиты и защищённости в принципе. Когда, знаете, есть какие-то помощники, которые вас могут поддержать в трудную минуту, поддержать делом, поддержать словом, понять могут. Это те люди, которым можем, может быть, поплакаться в жилетку, если нам тяжело. Или излить свою душу, сказать, что нас мучает. Или, может быть, какая-то несправедливость. Жизнь не бывает одинаковой, правда, всегда хорошо. Но, значит, у нас есть с кем поделиться. И мы как бы уверены в своих партнёрах. В нашем переменчивом, турбулентном мире, особенно вот уходящий этот 2022 год, наверное, надёжность – один из основных принципов, символов. Это на самом деле для нас, для всех очень важно. Потому что какая бы ни была ситуация, когда ты не один, когда у тебя есть твои люди надёжные, любая проблема уже не выглядит какой-то глобальной. Поэтому очень добрые карты, мои дорогие рыбы и рыбки. И вот смотрите, башня. В этой колоде башня – это как мой дом, моя крепость. Конечно, у кого-то могут быть вопросы с переездом, или сменой места жительства, или вы будете что-то планировать. Но это не та башня, которая вот в колоде Таро, да, которая рушится. Нет. В Оракуле Ленорман тут как именно мой дом, моё надёжное пристанище. Это там, где мне хорошо, куда я прихожу отдыхать, куда я возвращаюсь усталой, куда я приношу все свои заботы, все свои проблемы. Это то, на что я могу опереться. Башня – это не только как бы недвижимость, будем говорить, да, или сама по себе башня. Но это ещё и наши близкие. Опять дополняет карта вот эти две, которые собака-глевер выпали до этого. И поэтому это тоже говорит о постоянстве, о защите. Иногда может эта карта говорить о том, что, знаете, какая-то есть изоляция. Иногда это может свидетельствовать, что мы сами не хотим куда-то отправляться. Вот для кого-то проиграется как возможный переезд, а для кого-то наоборот. Вот я бы остался тут, да, или осталась. И мне настолько хорошо дома, что я даже вот как будто и перемещаться никуда не хочу. По карте башни есть ещё такое значение. Вопросы переоформления. То, наверное, имейте в виду, что мы можем столкнуться. Иногда по этой карте это проходит как бюрократия какая-то. Или мы что-то оформляем, у нас не получается очень быстро это сделать. Ну, значит, тогда не нервничаем всему свой срок. Но мы идём дальше. Итак, дела работы, бизнес. Что нам скажут карты? Двойка Пентакли. Вы знаете, прекрасное настроение. И по этой карте нам советуют сразу не относиться к чему-либо. Слишком серьёзно. По этой карте нам говорят, пробуй всё подряд. Пробуй, пока не надоест или не получится. Одно из двух. И по этой карте очень часто, когда мы, кстати, можем какое-то начать своё дело или бизнес, практически с нуля. Как будто важно совсем не то, что есть у нас деньги или нет, а как будто важно умение договариваться, слышать друг друга, уметь устанавливать важные контакты. На этой карте человек жонглирует. И нам предлагают также, знаете, вот не относиться чересчур серьёзно к чему бы ни было. Попытаться себя попробовать в каком-то новом деле, освоить какой-то новый опыт. Или что-то вот такое добавить новое, да, и глядишь, через этот опыт мы, приобретая какие-либо навыки, уже лучше будем знать, какая же моя стезя, куда мне, в какую сторону развиваться, да, например. Или куда, чем мне заниматься. Вот, ну, безусловно, прекрасное настроение. Единственное, по этой карте мы не даём никому обещания, имейте в виду, потому что обстоятельства в вашей жизни, возможно, будут меняться. Причём это в течение зимы, может быть, тоже, когда вдруг что-то меняется, и тогда от вас потребуется быстрое принятие решений. И если нам кто-то что-то обещает, да, я не имею в виду друзей, узкий круг людей, а вообще вот, да, из людей, которые нам с точкой что-то обещают, так и, знаете, у человека что-то может поменяться. Период такой для вас. Ну и посмотрите, королева кубков, вообще это ваша карта. Помните, наверное, только что, кроме значения, мудрости, интуиции, всё, чем вы располагаете, есть ещё и значение, как великий манипулятор в этой карте, потому что прежде изображалась королева русалка, как королева кубков. Это та, которая заманивала рыбаков и моряков нам в глубины морские, обещая им несметные сокровища и какую-то неземную любовь. Те, понятно, ей верили, шли за ней и оставались на этих глубинах. То есть очень притягательно будет ваша особа, мои дорогие рыбы и рыбки, и неважно, кто смотрит, мужчины, женщины. Эта энергетика карты такова, когда хочет передать именно этот смысл. То есть вы будете притягательны, вы как магнит будете. К вам люди, может быть, будут стремиться, хотеть общаться с вами, дружить с вами, но вот вы можете ими пользоваться. Извините меня за грубость, я коротко скажу, и, в общем-то, понятно. Вот примите этот момент. Вообще, если выпадает эта карта ваша как сигнификатор, это значит всем планам вашим уже как бы гарантирован успех. Давайте еще одну достану. Справедливость. И не нарушаем закон. Если мы что-то оформляем, значит, мы очень должны быть внимательны в плане того, что написано крупным шрифтом, мелким шрифтом. Не нарушаем закон. Я имела в виду, буквально, знаете, даже дорогу переходим в том месте, в котором нужно. То есть мы действуем по правилам, живем по правилам, не допускаем каких-то, ну, то, что не определено как возможное, понимаете. По какой-то причине для вас это будет важно. Может быть, это где-то, как, знаете, ваша сохранность. Это как гарантия вашей безопасности, вашей стабильности. И уж тем более, если мы устраиваемся на работу, значит, должен быть договор. Договор должен быть не какой-то там непонятный, да, не какие-нибудь качели, когда обещают, а потом непонятно что. А здесь вот все должно быть в деталях оговорено. То есть примите этого внимания. И по этой карте, если мы, допустим, или, может быть, у кого-то из вас есть какие-то вопросы, разбирательства, тут, скорее всего, у вас какая-то история может получить уже завершение. Но примите еще и тот факт, что если вам какая-то ситуация складывается, когда вы не совсем себе уверены, или вы не обладаете достаточными знаниями, если вы не юрист и не адвокат, то по этой карте неплохо бы и обратиться к специалисту, чтобы четко знать, понимаете, у вас не должно быть никаких двусмысленностей. У вас не должно быть дела, работа, бизнес по этим сферам. У вас должно быть все предельно прозрачно и понятно. В этом ваша, видимо, гарантия какая-то, что не будет никаких сюрпризов со знаком минус. И если вы какие-то сделки оформляете, или даже жилье вы меняете, значит, тут тоже должно быть все предельно прозрачно, открыто. И не на словах, а вот так на бумаге. Деньги. Смотрим. Король мечей. Ну, вот король мечей, если будем говорить, он-то как раз и удачлив. Более всего в вопросах денег, бизнеса, работы. Поэтому, наверное, часто человек изображается как начальствующая какая-то особа. По этой карте проходят чиновники высокого ранга или люди, которые, может быть, носят форму, или те, которые занимают высокий пост, те, которые обладают какой-то информацией достоверной и умеют, и как бы наделены такой властью, отдавать кому-то распоряжение. Вот у вас выпадает на деньги. Поэтому давайте я поясню, что это значит. Вообще, если так в целом, вот на бизнес, на дела, эта карта очень удачная. И на удачу, я бы сказала. Единственное, что от вас потребуется, может быть, это как совет, что нужно быть достаточно проницательным, хладнокровным и включать логику, и выключать все эмоции, когда вопрос касается денег. Может быть, это не совсем для рыб свойственно, но вы умеете быть где надо, вот именно вот жесткими, и если нужно, будете и злыми. Вот значит, может быть, будут такие ситуации, когда придется настаивать на своем, какими-то железными аргументами. Пятерка кубков. Пятерка кубков – это что? Это разочарование по поводу прошлого. Это то, чего, по сути дела, нет. Может быть, у кого-то был проигрыш по деньгам, может быть, у кого-то с деньгами есть какие-то вопросы, незакрытые кредиты, когда хотелось бы уже какую-то историю завершить. Или у кого-то история просто, в принципе, была в прошлом, когда вы могли вкладываться в человека, помогать кому-то, а потом взамен, в общем-то, ничего, как-то вот некрасиво получилось. Или это может быть какая-то, знаете, как, ну, как сожаление, скорее всего. Хотя это может быть и хандра элементарная, потому что карта-то вообще сама по себе никакого не несет особого значения. Разлились три кубков, два сзади, и человек не видит у человека траур по какой-то ерунде. Понимаете? То есть где-то, если что-то не получилось, махните рукой. Не получилось и ладно. Потому что, ну, значит, по судьбе было. Вот именно так, чтобы случилось. Может быть, опыт какой-то такой мы должны были предпринять. То есть где-то могут или могли быть вот какие-то такие разочарования. Давайте я еще одну карту достану. То есть философски вот нам так и предлагают относиться к вопросу денег. Где два варианта у вас. Или как король мечей. Жестко, холодно, конкретно. Логика, баста, больше другого нет. Или мудро, как отшельник. Кстати, я хочу сказать, отшельник – это карта тоже мудреца, да. И отшельник, он идет только туда, где у него есть интерес. На отшельника никто не давит. Вот, наверное, примите это к сведению. Если вас кто-то будет склонять к чему-то, уговаривать, так точно вам в другую сторону. Я бы так сказала. Потому что если вы сами в себе не чувствуете интереса что-то приобрести или чем-то заниматься из-за денег, скорее всего, не ваша тропа. И вам туда не надо. Может быть, как подсказка. Потому что для отшельника только важно то, что для него интересно. И вообще, знаете, может быть, в деньгах наступит такой момент, где вы сами как бразды правления в свои руки возьмете по деньгам. Несмотря на то, что даже меня смотрят семейные люди, да, где вы решали сообща, может быть. Но, скорее всего, раз у вас такие энергии, когда вы не склонны, кстати, особо тратить деньги-то, вот если у нас король мечей нет, он скорее сэкономит, чем он потратит куда-то копейку в сторону. Это точно не про него. Пойти, гульнуть, кутнуть, нет, нет. Тут как раз режим экономии быстрее включится. И, кстати, отшельник – это кто? Это как дервиш. Ему вообще материальное не очень важно. У него больше какие-то идеи, духовность и прочее, да, поэтому и мудрец. Поэтому он и свободен. Поэтому он и чувствует себя свободной, потому что он не цепляется за вещи. Это, конечно, философский момент. Но, видимо, у каждого какая-то своя по финансам ситуация сложится. Давайте я как бы… И что пусть нам скажут? Ну, вот смотрите. На самом деле ситуация такова, что кто-то из вас будет как решающая сила, и тот человек в вашей паре, может быть, или, может быть, вы один или одна, когда от вашего решения будет зависеть финансовая составляющая. А для кого-то из вас, мы все разные, будет именно как помощь партнёра. И я бы сказала, знаете как, вы всё равно не одни, вот не случайно эти карты выпали. И поэтому какова бы ни была ситуация, как будто вам, знаете, высшие силы говорят, а ты вообще о деньгах не думай, у тебя всё будет хорошо. Есть у тебя какая-то новая идея. Причём та идея очень индивидуальная, ни у кого такой нет, только у вас. И ты как отшельник можешь ею заниматься? У тебя есть люди, найдутся, которые тебя поддержат. Те, которые из вас, именно бизнес, какое-то продвижение, что-то вы какой-то план имеете, материальный, тоже удача как бы ждёт. То есть мы все разные, но чем бы вы ни занимались, я могу сказать одно, деньги будут. Количество нам не показывают, но как будто то, что вы не будете нуждаться, это точно. Давайте мы посмотрим личную жизнь. Четвёрка кубков – это у нас что? Предлагают нам, ну, кубок, почти как туз кубков, но человек даже не смотрит в эту сторону. Либо усталость, либо хандра, либо, наверное, у кого-то может быть и опыт какой-то не самый весёлый, а у кого-то, может быть, и отношения как-то так вот не складывались. или, может быть, и ссора на момент, вот когда я гадаю, да, или была в прошлом ссора, есть какое-то разочарование или расставание, может быть. Давайте мы сделаем так. Ну, надо сказать, что будь то в паре, будь то один, всегда будут какие-то разочарования или всё равно будут какие-то эмоции, когда, ну, не все мы 100% довольны. Очень часто эта карта говорит о том, что вы устали. Человек просто присел, и он ничего не видит. Нам не говорят, что. Три кубка вокруг него стоят. Предполагается, что они пустые. Как бы испил всё до дна, да, или всё высохло. Ему предлагают четвёртый, он приливается, но он уже не смотрит. Но иногда действительно это может говорить о том, что какая-то хандра, как усталость. Ну, мы идём дальше, смотрим. Для тех, кто в паре. Король жезлов. Может быть, это ваш партнёр. И неважно, кто меня смотрит. Мужчины, женщины, по полу. Мы карту не рассматриваем. Мы смотрим энергетику. Это харизматичный лидер. Кто знает, может быть, ваш супруг, супруга. Другой стихией совершенно или обладает. Это огненная стихия. Может быть, обладает такими качествами, напористыми, да, когда всегда было так, как она или он хотели. Ну, давайте идём дальше. Может, это и вы. По одной карте не скажешь. И какое-то предложение, но тоже жезлы. У кого-то я могу сказать так, что как будто это вы можете быть с учётом короля мечей, даже если вы человек семейный. Много будет работы и каких-то вопросов, когда вы не так много времени будете семье уделять. Может быть, и так. Потому что могут быть поездки, могут быть какие-то внезапные предложения, могут быть какие-то внезапные новости. Это, конечно, для всех людей семейных может быть. То есть это как-то проиграется, может быть. Когда, возможно, либо вы куда-то срочно отправляетесь, либо как-то корректируете свои планы. А что ещё? И туз мечей. И какое-то решение. Либо решение, либо чаще по тузу мечей это мы уже какие-то действия. Принимаем решение и готовы к действию, потому что показывает нам направление действий. туз мечей. Он вверх смотрит в этой колоде, в некоторых вниз. Здесь вверх. И смысл этой карты полный вперёд. Тебе отсюда только вперёд. А сзади даже ты назад не оглядывайся. Только вперёд и ждёт тебя корона. То есть какой-то успех уже эта карта обещает. Сложно мне, я вам честно скажу, трактовать, потому что карты, которые больше сказали бы о каких-то делах, решении каких-то вопросов, или, может быть, больше о работе. Ни одной карты о чувствах тут нет. Поэтому что-то добавить. Давайте я спрошу, и каков итог-то вот, что. И много разговоров. Это те разговоры, которые, знаете, могут быть как советы. Если мы с кем-то поделились, нам кучу советов надают, или будут ещё пытаться вмешиваться в нашу личную жизнь. Имейте в виду, вот это действительно может проиграться. Иногда это помеха, та, которая, знаете, может быть в виде родственников, которые, допустим, какую-то вашу ситуацию вы просто рассказали, а человек потом три недели живёт этой новостью. И потом вам ежедневно какие-то варианты, как вам поступить предлагают. И бывают такие люди. Поэтому наше дело сторона, ваши решения, вы должны только сами принимать, чтобы не было. Но я могу сказать так. Видимо, будет какая-то новость, может быть, и, конечно, не одна в вашей паре. И будет она касаться либо вас, либо партнёра. И от этого, возможно, у кого-то вот этот самый переезд, у кого-то это может быть, как, знаете, супруг или супруга ваша, повышение по должности, и какие-то тоже пошли реорганизации. Или, допустим, ваш спутник, ему нужно срочно куда-то отъехать. Либо по работе, либо, может быть, какое-то известие о дальних родственниках. Ему тоже нужно резко стартовать куда-то. И какое-то время, может быть, где-то там находиться. Или ещё какая-то вот любая новость, когда она как будто влечёт немножко изменения. Здесь нам не показали эти карты, что есть какое-то изменение в ваших отношениях. Нет, но как будто это может даже изменить ваш статус. По Тузумичей всё-таки много вариантов может проходить. Поэтому у каждого как-то по-своему. Но я бы не сказала, вот тут нам сказали, что тут всё хорошо. Но, видимо, для кого-то, может быть, надо и услышать эту информацию. Давайте для тех, кто один или одна. Правда, у кого-то может быть даже переезд или новая работа. По шестёрке мечей это карта заслуженного успеха. Это когда нам уже обещают, что даже начав новое дело, обязательно мы останемся не только в выигрыше, а нас именно в этом направлении ждёт успех. И несмотря на то, что вот карта выглядит ведь мрачновато, вроде тёмная, а значение у неё шикарное. В любой шестёрке эта карта как победы. Так вот, здесь заслуженный успех. И даже если поначалу мы как-то со скрипом какое-то новое дело начинаем, то всё равно нас уже как будто карты хотят предупредить, может, высшие силы, о том, что ты иди вперёд. Ты не смотри, не пытайся просчитать всё до мелочей. Это невозможно сделать. Ты просто верь в себя, в свою звезду, в свою мечту и занимайся этим. И тебе уже как будто этот успех гарантирован. Вот как ни странно, такая карта. Почему по этой карте очень хорошо ещё, знаете, например, новую работу какую-то начинать. Особенно по этой карте всё-таки это мечи, это воздух, пространство, эфир, интернет. Добавлять, допустим, или, ну, наверное, добавлять, или как-то о себе заявить в интернет, понимаете, даже если вы не работаете в интернете. А может быть, для кого-то это новое дело, новая профессия, вы изучаете, кто-то изучает язык, кто-то язык программирования, кто-то создаёт сайты. То есть популярность через интернет вот по этой карте очень хорошо проигрывается, поэтому продумайте. Но мы смотрим для тех, кто один или одна, и нам выпадает эта карта, и я могу предположить, что у кого-то из вас либо с перемещением куда-то вы отправились и можете познакомиться, или работая опять же в интернет, или через вашу популярность каким-то образом может состояться знакомство, или вы были на расстоянии со своим человеком, знакомым, и вы встретитесь, или до бесконечности можно найти варианты, то, что вот связано с перемещением, допустим, или просто какая-то дорога у вас была, и вы, допустим, где-то можете познакомиться. Всё-таки есть под смысл успеха в этой карте, поэтому что-то вот может так подобное произойти, или просто для кого-то вы будете очень увлечены работой, и так может быть. Что ещё нет? Всё-таки влюблённые выпадают, мои дорогие. Действительно, и есть ли особенно влюблённые, да ещё шестёрка мечей, может быть новое знакомство, причём такое интересное знакомство. Да тут у нас две карты, которые про личную жизнь. Когда надо быть очень внимательным, кто знает, может быть, этот человек, как мы говорим, по судьбе. Не быть одному. Ну, далеко мы не идём, это разрез зимы, а так шикарные карты. Не быть одному или одной. Тут точно по судьбе, посмотрите, аркан «Страшный суд», очень добрый аркан в этой колоде. Он говорит об окончании периода, когда нас что-то разочаровывало, когда нас мучило, когда нам было плохо, когда, возможно, мы страдали, у нас что-то не получалось, вот не клеилось. Я вот вроде делаю и шаг, и два меня на три шага назад отбрасывает. А тут вот этот период заканчивается. Всё, двадцатый аркан. Здесь это карта возрождения. Когда начинают меняться обстоятельства, не просто мы что-то меняем. Нет, а это стечение обстоятельств помогает вам изменить вашу жизнь, как бы вы хотели, чтобы вы были счастливы. Поэтому нужно быть очень внимательным к подсказкам собственной души, интуиции. Она у вас тем более работает великолепно. Тут всё произойдёт вовремя и в срок. Поэтому не пытайтесь убыстрить. Эта карта ещё нам хочет сказать о том, что, знаете, всё то, что вас ставило в тупик, разочаровывало, словно пространство, будет вас избавлять от этого. Поэтому не оглядывайтесь назад. Словно вы уже оставили за спиной какой-то прошлый период своей жизни. Это как страницу своей жизни вы уже перевернули. И, может быть, мы ещё не знаем, как на новой странице. Ну, представьте, визуализируйте. Мы не знаем, у нас нет опыта как будто. Но карта эта говорит, что прошлый – это опыт. Значение тоже не имеет. И поэтому не пытайтесь что-то сравнивать с прошлым. Можно сделать какую-то ошибку, если проводить аналогию с каким-то прежним опытом. Отношения, работа, бизнес, да всё что угодно. То есть это как немножко с чистого листа. Это неожиданности выпадают, и, значит, у вас будут такие возможности, как будто ангел вам об этом хочет сказать. Совет от карт. Трансформация у вас. Вот всё, что я сейчас по старшему Аркану, страшный суд сказала. Аркан-башня – это у нас тюрьма, которая нас сдерживала. Это те стены, которые нас как будто охраняли. Нам казалось, что нас это охраняет. Нам казалось, мы настолько привыкли, что думали, что так и должно быть. Это нормально. А на самом деле мы теперь можем осознать ёлки-палки. Да, это ж были одни какие-то препоны, барьеры и больше ничего. И вот теперь как раз вот эти ограничения падают, рушатся. И это состояние свободы в первую очередь. Но мы ещё пока не знаем, что с этой свободой делать. Нам показаны двое, которые падают. Вот это состояние невесомости, когда мы не знаем, за что ёлки-палки ухватиться. Там хоть в этой башне стены были подержаться. Ну и ладно, эти стены – тюрьма, да? Но я мог подержаться. А здесь вот как? Мне за что ухватиться? То есть вот такое состояние невесомости, я надеюсь, вы меня понимаете, оно может быть первое время. Но вы знаете, что невозможно построить что-то новое, пока у тебя старое не разрушится, не освободит место, пространство для чего-то нового. Вот такая вот трансформация. И это не та трансформация, как по карте смерть. Это немножко другая трансформация. Это касается нас, самих личностей. А здесь обстоятельства внешние, внешние факторы, ситуации, которые вот таким образом как-то действуют, что меняется порядок, меняется уклад, меняется система, меняются законы, понимаете? И наша задача вот как-то вырулить между вот этих вот меняющихся событий. И это сделать необходимо. Как будто для нас это очень правильно. И у нас это получится. И для нас это откроет новые какие-то берега. Давайте я сейчас у... Натаро Висконтис Форца. Это очень старинная колода, издательство Лос Карабео. И когда-то эта колода была прорисована для двора Сфорца. И, понятно, играли в эти карты. Это были игральные карты, поэтому эта колода-карты очень практична и материальна. И, ну, играли. Это была такая игра больше интеллектуальная, где надо было подумать. То есть логика нужна была, да, мысль. Вот. А впоследствии это перешло в какую-то предсказательную уже систему, поскольку визуализация, особенно теперь, да, это очень важно, метафорическое значение какое-то, когда можно подумать. Но, тем не менее, как практическое воплощение эта колода осталась. Давайте мы достанем, вот, квинтэссенция, как совет, чтобы, на что, что будет главное, наверное, в течение зимы для рыб и рыбок. Ух ты! Ну, вот вам, пожалуйста. Еще одна карта страшного суда. То есть, вы понимаете, это действительно как по судьбе вам что-то доброе, хорошее, что-то нужно поменять, лучшую сторону, само пространство нам помогает. И вот не противьтесь тем переменам, которые к вам приходят. И вы под надежной защитой. Понимаете как? Вот кому-кому, а рыбам можно не переживать. Вообще. Давайте я достану еще одну карту. Ну, посмотрите. И десятка пентаклей, то, что мы называем, да, когда это полный и материальный успех, и дом полная чаша, и когда у нас вообще все прекрасно. Материальные блага, когда можно не заботиться о деньгах. Нам уже это говорили, когда у нас полный баланс. Посмотрите, как здорово. Вы меняете свою жизнь с помощью вот пространства, высших сил. Назовите это как хотите, мои дорогие рыбы и рыбки. Ваша жизнь словно, ну, я не знаю, колесо вашей судьбы разворачивается. Именно лично для вас что-то доброе, светлое, хорошее придет на ваш порог. Перекладывайте на себя. Надеюсь, расклад вам какие-то подсказки принес. И будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова